Добрый день, дорогие друзья! Уже добрый вечер у нас. У вас, наверное, еще доброе утро, но все зависит от того, конечно, когда вы будете смотреть это видео, когда оно будет поставлено. Но с нами Максим, человек, который учился, учился и учился всю свою жизнь, и сейчас у него уровень аспиратуры, то есть аккредитат наук. Соответственно, он себя представлял. Вы помните два видео с ним, они были записаны еще задолго до того, как он шел, собственно говоря, на свое обучение в Австралии. Теперь, пожалуйста, Максим с нами в колледже УОИТ в Сиднее, и я хотел бы задать ему вопросы и очень ожидаю его больше, чем себя разговора, поэтому вопросы будут достаточно короткие. Первый вопрос, ну каково здесь в Сиднее, Максим? Всем привет! Ну это довольно-таки сложный вопрос, потому что ощущения очень неоднозначные, начиная от какого-то воодушевления и чувства эйфории от того, что да, есть, я сюда приехал и это сделал, я молодец, заканчивая до какого-то непонятного чувства. Вот, наверное, так себя чувствует маленький ребенок, который потерялся в незнакомом городе, где какие-то незнакомые люди говорят на странном языке, но, в отличие от ребенка, ни папа, ни мама не придут, не возьмут за ручку тебя и не помогут. Да, у нас здесь есть свое комьюнити, которое сформировалось из таких же, вот, как я, ребят, которые привлекли сюда изучать английский язык, но это абсолютно не снимает с тебя никакой ответственности за все те решения, которые ты понимаешь. Да, ты можешь попросить совет, как выйти из той или иной ситуации, но все решения ты принимаешь сам, вот. Могу сказать только одно, что я ни на секундочку не пожалел, что сюда приехал и Австралия как потрясающая страна, мне не нравится. Максим, я бы хотел тебя спросить впечатление от того, что фактически ты делал все сам, и это не только связано с тем, что, скажем так, я до сих пор еще болею, хотя сейчас более-менее отпустило, но и с тем, что ты у нас как, ну, можно сказать, как подопытный кролик, но не один ты, так уж получилось, что ты получаешь поддержку по телефону от человека, который, ну, в принципе, многое что знает и, как ты сегодня убедился, многие вопросы может решить, когда ты начнешь учиться, это узнаешь тем более, но первые недели, что ты сделал, как ты это сделал и какое ощущение от того, что ты на самом деле не маленький мальчик, а ты все это сделал почти что сам. Ну, на самом деле, первая неделя была довольно-таки напряженная, и на самом деле, когда прилетаешь в новую страну, ну, тем более такой, как Австралия, первые мысли, о, здесь же там океаны, пляжи, опера-хаус, там еще что-то, ну, целая куча всего, что можно посмотреть, но на самом деле на это просто не хватает времени, потому что ты прилетаешь и тебе нужно где-то жить, вот. Я из России забронировал себе на несколько дней жилье на Airbnb, но это на несколько дней. Вот, и нужно себе что-то найти, где ты будешь жить, чтобы не остаться на улице под австралийским дождиком, а здесь сейчас осень начинается, вот. И это заняло довольно-таки много времени, потому что снимать задорого не хочется, а когда ты пытаешься снять подешевле, ты приходишь, смотришь какую-нибудь комнату или жилье, оно дешевое, ты понимаешь, что ты там не хочешь жить, ты там не можешь жить. Ты разворачиваешься и смотришь другой вариант, третий вариант, пятый вариант и так далее, и так далее, и так далее, пока ты не найдешь некий такой компромисс между стоимостью и теми условиями, где тебе было бы комфортно жить, отдыхать после учебы или подработки, где бы ты мог комфортно себе приготовить еду и как минимум выспаться, вот. Но жилье жильем, было еще целая куча дел, которые тоже нельзя было оставлять на задний план, занимался документами, сделал USA, это Unique Student Amity Fire, необходимо было открыть банковский счет местный, оформил ID и фотокарт. Также я понимаю, что жить здесь в Австралии и учиться не подрабатывая, я пока себе такого позволить не могу, поэтому пришлось заняться оформлением допуска на строительные объекты, это так называемая white card. Плюс необходимо было завести себе tax phone number, это что-то наподобие российского ННН. На все это и на многое другое ушла первая неделя, надо еще учитывать, что я нахожусь не в своей родной стране. И многие вопросы, которые в родной стране какие-то банальные, ну, я не знаю, например, простая ситуация. Я приехал в кроссовках, сейчас в Австралии наступила осень, пошли дожди, и я каждый день возвращался домой в мокрых кроссовках, и они за ночь не успевали высохнуть. Ну, кажется, что здесь проще, пойти в магазин и купить себе подходящую для этой погоды обувь. Здесь, с одной стороны, плюс 20, но когда ты ходишь постоянно в мокрые обуви, можно заболеть запросто, и этого не хотелось. Но, с другой стороны, ты в России, когда находишься, ты знаешь, где есть какие торговые центры, какие в них магазины, какая в каждом магазине ценовая политика, какое качество обуви и так далее. Здесь ты этого ничего не знаешь, тебе приходится все это открывать заново. А нужна не только обувь, но и нужно постельное белье, и какая-нибудь кастрюлька, кружка, еще что-то. И пока ты открываешь всю эту новую жизнь с новой стороны, на это тоже уходит время. В общем, вся эта первая неделя на вот эти мелкие дела и ушла. Вроде каждое дело в отдельности, оно не особо большое, но когда вот это все суммируешь, это занимает очень много времени. Вот, и свободного времени, в принципе-то, ну не в принципе, а вообще не остается. То есть, вот эти вот все дела у тебя отняли время, но, скажем так, то, что ты сделал за первые пять дней, или даже, скажем так, за первые три дня-четыре, это у других может занимать гораздо больше времени. Тем более дальнейшее продвижение, как говорится, по подработке мы, я думаю, сегодня решили. Плюс к тому же, когда у нас будет Taxfall Number, ABN у нас будет в этот же, собственно говоря, момент. Ждем просто почты. Ну, поэтому это большие достижения. Чтобы я хотел опять-таки отметить, ты это сделал сам, и это с твоей, кстати, помощью Инстаграма, это может сделать каждый человек. То есть, ну, скажем так, и без помощи Александра Петрова, это делается, может быть, чуть-чуть дольше, или даже с тем же, с тем же временем, ну, кроме, может, работы. Поэтому, это твой пример доказывает, что, как была в Германии в ГДР программа, делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. То есть, в принципе, его пример другим наука. Ты говорил уже Пушкин. Соответственно, ты своим примером доказал, что это можно и это нужно делать. То есть, ты ложился в срок, сделал все, в том числе нашел жилье вообще без поддержки. Поэтому твой пример очень хорош. Теперь последнее. То есть, ты сюда приехал, у тебя есть какие-то планы. Что за планы? Что ты хочешь? То есть, здесь ты уже находишься. Ты уже, ну, не скажем все, что мог, ты уже совершил. Вот. Но ты окончил первый этап, который для очень многих, для 12 человек, оказался неприступным. В течение двух дней мы получили, уже после тебя, получили 12 отказов. И теперь у тебя, вот эти вот силу Харибду ты прошел, теперь у тебя ясный путь. Что это за планы? Что ты хочешь? Ну, моя главная задача в Австралии, это потянуть уровень английского. Хотелось бы до семерок и даже выше. Да, я понимаю, что попав сюда, учиться много, что хочется. Но главное, это английский. И надо все силы бросать на английский. И я имею в виду не только курсы Lloyd's College. Английский должен быть везде. Вот. Ну, прям вот везде. Я также продолжаю заниматься английскими здесь. Когда-то занимался в России на Puzzle English, которые мне ежедневно присылают. Я надеюсь, это не реклама. Ну, вот это я на самом деле занимаюсь. Которые присылают мне ежедневно различные задания. Я их делаю. Я также продолжаю заниматься на канале English Galaxy на YouTube. И даже если нет возможности заниматься и смотреть уроки на экране смартфона или на ноутбуке, я просто ставлю на телефоне эти уроки, наушники в уши и слушаю в фоновом режиме. При малейшей возможности, при любой возможности, я стараюсь общаться с местными. Ну, те, кто здесь, общаются на английском языке. Здесь очень много неместных. Здесь есть и китайский райончик, и Чингапурцы, и много кто. Но все общаются на английском. Вот. И при малейшей возможности я со всеми общаюсь. Я вот даже когда пишу себе список, что нужно купить, я пишу только на английском. Даже если какие-то слова не знаю. Вот. Еще в словаре. И пишу именно на английском. Я себе даже еду готовлю. И в наушниках играют либо уроки английского, либо аудиокнига опять-таки на английском. В общем, English, English, and one more time English. А английский уже потом... С английским уже можно думать, что там и как дальше. Дальше здесь, дальше в России, дальше еще где-то. Планов, на самом деле, и идей очень много, но все они под замком. Ну, таких планов, которыми потом, наверное, можно было бы гордиться. Вот. Но пока меня не пускает английский. Потому что английский... Я думал, что я более или менее могу общаться. Но попав сюда, в реальную англоязычную сторону, я понимаю, что я могу только объясниться на очень элементарном уровне. И одно дело, когда ты сидишь дома, спокойной обстановке. Можешь тебе там написать что-то, подумать, как сформулировать. Но когда идет реальное общение на улице, вот, когда у тебя нет времени, когда тебе нужно вот именно сейчас, именно в эту секунду вспомнить именно это слово, как формируется фраза. То есть это нужно не думать. Это нужно переводить на автомат. Вот. А это делается только постоянными тренировками. Постоянной учебой. Не важно. Будь то прослушивание, общение, письмо. То есть нужно вот все. Вот все, что есть в Вайлдсе. Литинг, райтинг. Да. То есть нужно и книжки читать. И вот. Все. Вот. Все, 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 кто можешь. Везде, где есть английский. Вот. Вперед штурмовать. Вот. Это мои планы. Замечательно. Ну и последнее. Это твое пожелание ребятам, которые окажутся в твоем положении. Через некоторое время, дай Бог, такие будут, точно будут с Украины. Ну, надеюсь, и с России, с Беларуси тоже в ближайшее время ребята приедут. Твое пожелание как человека, который провел здесь уже неделю? Нужно не терять времени. С одной стороны, может казаться, ай, там времени еще много, вот я приехал за две недели. А на самом деле времени не так много. Вот ты, если можешь что-то сегодня сделать, делай сегодня. Не надо откладывать, потому что, потому что завтра, возможно, уже будет хоза. И это касается всего, в том числе и английского. И я сейчас понимаю, что я в России учил английский и учил вроде бы, ну, очень много, как мне казалось. Но я понимаю, что можно было и больше. Вот. То есть надо не терять время. Надо пахать, пахать, еще раз пахать. Так, Максим, большое спасибо. Я думаю, что мы с тобой запишем ролик позднее, когда ты уже пройдешь какой-то курс английского языка. И будет у тебя возможность встретиться. Ну, понятно, ты встретился уже с ребятами, которые здесь находятся. И с ребятами, которые только что приехали. Ну, ты с ними как бы уже давно в друзьях в группе Гагариной. Но с другими ребятами, с работодателями, с ребятами, которые, может быть, не мои студенты, не студенты вообще. Когда у тебя будет некоторый опыт уже такой, ну, как говорят, взрослой жизни и студента, и работника, и товарища. Вот. Тогда ты с нами этими впечатлениями поделишься. Но еще, дорогие друзья, даю последнее слово прощальное Максиму. И на этом мы завершаем наш, я думаю, вам понравившийся выпуск. Спасибо. Я не могу обойти один вопрос стороной. Я хочу просто пожелать всем мирного неба над головой. Вот. И удачи. И главное, чтобы все ваши мечты сбылись. Но для этого нужно работать. Работайте, и все у вас будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова